Здравствуйте! В эфире программа «Тима дня». Сегодня мы находимся в поселке Таюжный в детской школе искусств и беседуем с ее директором Лилией Викторовной. Лилия Викторовна, здравствуйте! И первое, на что бы хотелось, о чем бы хотелось нам поговорить, о том, как все начиналось. Расскажите об истории образования вашей школы. Добрый всем день! В 1968 году, в 1986 году, в Таюжном была открыта детская музыкальная студия на базе профсоюзного дома культуры под управлением Павликовского Станислава Васильевича. В студии работали три специализации. Это фортепиано, баян, аккордеон. Проводились занятия теоретических дисциплин. Был очень большой детский хор. И первыми преподавателями были шесть человек. Это всем известные люди. Они начинали работать у нас с самого начала. Перечислять нужно? Да, хотелось бы выяснить. Это Кравцов Игорь Леонидович, это Стефанская Анна Анатольевна, это Калнин Юрий Велдемарович, это Саватеева Ирина Ивановна, Зубкова Людмила Геннадьевна и Лупинских Наталья Дмитриевна. В 1993 году школа была отдана в юрисдикцию Богучанского управления культурой и стала называться Детская музыкальная школа. С 2000 года в школу пришел новый специалист, это Светлана Михайловна Сосновская. И с ее приходом появился класс сольного академического пения. В 2004 году уже в связи с приездом специалиста в области изобразительного искусства, школа была реорганизована в детскую школу искусств. И под руководством Ольги Владимировны Мутовиной появился класс изобразительного искусства. За годы работы школу закончили 213 обучающихся. Очень радует, что 23 человека продолжили профильное образование дальнейшее именно в направлении культуры и искусства. С самого основания школы 25 лет руководителем являлась Зубкова Людмила Геннадьевна. И вот с 2011 года данной организацией руковожу я. В вашей школе собрался уникальный коллектив педагогов. Это видно и по глазам горящим, и по вдохновенным лицам. Вот расскажите, как подбираете людей себе в команду? Да, вы верно заметили, коллектив нашей школы действительно уникален. Это дорогие мне коллеги, как я называю, моя команда. Самые талантливые, самые сердечные. Наша школа – это прежде всего они. Это их труд, это их терпение, это их знание, их неисчерпаемое вдохновение, их неиссякаемая вера в профессию. Это их забота о детях. И на данном этапе в нашей школе работают 8 преподавателей. Это вместе со мной. У нас, конечно же, как и везде, есть наша старейшина. Это Лубинских Наталья Дмитриевна, которая работала с основания школы. Она работает по сей день. В 2018 году Наталья Дмитриевна получила звание заслуженный работник культуры Красноярского края. Мы очень за нее рады. Лучшим преподавателем 2017 года стала Сосновская Светлана Михайловна. Именно по Богучанскому району среди шести школ. У нас работает очень опытный преподаватель. Это Ольга Владимировна Мутовина. Уханова Наталья Павловна, преподаватель, который приехал к нам полтора года назад из Неванки. И с гордостью хотелось бы сказать, что 50% педагогического коллектива – это выпускники нашей школы. Это преуспевающий преподаватель Кунавина Олеся Анатольевна. Это Балышева Елена Васильевна. Это Сулейманова Юлия Романовна. И я в том числе. У пяти преподавателей нашей школы высшая квалификационная категория. Два человека с первой квалификационной категории. То есть берет гордость за профессиональный потенциал нашего коллектива. Что представляет собой сегодня коллектив учеников и по каким направлениям они обучаются? Наша детская школа искусств обучает по двум программам. Это первые – это наши дополнительные общеразвивающие программы, общеобразовательные. И дополнительные предпрофессиональные программы – это уже новое веяние, к которому мы должны к 30-му году перейти все полностью. В школе успешно реализуются следующие направления. Это фортепиано, это академическое сольное пение, это изобразительное искусство. И второй год уже открыто у нас хоровое пение. В этом учебном году школа охватила 117 детей нашего поселка. Детки, которые обучаются в нашей школе, это, естественно, самые лучшие детки поселка. Хочется сказать, что это творческие дети, одаренные дети, это стремящиеся познать новое, это пытающиеся достигать каких-то новых вершин, способность правильно организовать свое время. И, как правило, это дети добродушные, отзывчивые, активные, инертные. То есть то, что нам нужно. 117 человек для поселка Таежный – это очень мало. Наша школа охватывает только 12% обучающихся с 7 до 17 лет. Но если смотреть на рамки нашего здания, нашей школы, то это очень много, потому что наша школа рассчитана всего на 80 учащихся. Поэтому для нас это грандиозная цифра. Какими успехами на сегодняшний день гордится ваша школа? Наша школа систематически принимает участие, завоевывает победы в конкурсах, в фестивалях, в каких-либо мероприятиях различных уровней. И, конечно же, благодаря нашим преподавателям, конечно же, благодаря их подопечным, мы можем говорить об уровне подготовки и участия нашей школы в различных мероприятиях. Во-первых, хочется сказать, что буквально в декабре месяце мы получили награду для деток изобразительного искусства. Это был международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». В нем принимали участие 5 человек, и лишь двое из них, названные победителями, получили дипломы победителей. Конечно же, это международный конкурс «Сибирь зажигает звезды», он проходил в Красноярске. Наша пианистка «Однолька надежда», преподаватель Кунавина Олеся Анатольевна, получила диплом первой степени. Это, конечно же, самый громкий конкурс, который мы поучаствовали в 2018 году. Это сибирский тур 22-го международного конкурса под названием «Романтиада-2018», проходивший в городе Томске. Это наш вокалист Харьков Артем Сосновской Светланы Михайловны принимал непосредственное участие, завоевал титул победителя, диплом первой степени. И ему сама Преображенская дала путь в дальнейшее участие в конкурсе «Романтиада-2019». Вернее, это подведение итогов 2018 года юных музыкантов «Надежда русского романса». Это, конечно же, всероссийские конкурсы. Буквально в декабре месяце, в ноябре, в конце ноября мы приняли участие в заучном конкурсе всероссийском «Возрождение». В нем принимали участие и пианисты, и вокалисты. И, конечно же, участие это очень нас порадовало, и мы горды этим. Однолька Надежда, пианистка, завоевала диплом второй степени. Чупрова Софья, вокалистка, диплом первой степени. Харьков Артем, диплом второй степени. И ансамбль «Сверель», состоящий из 11 человек, завоевал диплом второй степени. Это, конечно же, очень радует. Ну, конечно, наряду с такими громкими конкурсами у нас есть и межрегиональные конкурсы. В 2018 году это был конкурс «Искусство спасительный свет». Это конкурс межрегиональных хоровых коллективов. Светлана Михайловна Сосновская возила свой ансамбль «Сверель», и они приехали с дипломом четвертой степени. Естественно, у нас в Багучанском районе тоже проводятся мероприятия. И в этих мероприятиях зонального уровня мы систематически принимаем участие. То есть без нас этот конкурс также не проходит. Это и наши пианисты Кунавина Алисия Анатольевна, и наши пианисты Лупинских Натальи Дмитриевны. Хочется сказать, что из всех участников, из семи человек, шесть человек приехали с заслугами. Мы участвуем во всех районных мероприятиях, которые организует Багучанский район. Это и оттепель, народный вокал. Наша Соня Чупрова участвует в нем, уже дважды участвовала. Впервые у нее был диплом первой степени, и второй год диплом второй степени. Это и волшебная страна, где наши детки получали и гран-при, и первые места, и вторые места. И театральная мастерская, где наши художники принимают активнейшее участие. И, естественно, не обходятся без хороших, достойных мест. Среди таких уже известных педагогов в районе, которых все знают, которые трудятся в вашей школе, к вам приходят и молодые специалисты. Что привносят молодые специалисты в ваш коллектив? К нам вливаются новые педагогические кадры. В этом году в наших рядах появилась молодая девушка, выпускница нашей школы художественного отделения Мутовиной Ольги Владимировны, Юлия Ремальевна Сулейманова. И, конечно же, когда появляются новые люди, у них есть чему поучиться и их есть чему поучить. Во-первых, это владение инновационными технологиями. Во-вторых, появляется стимул для дальнейшей работы преподавателей. Это для стажистов наставничество. И вообще появляется преподавательский дух соперничества. И без этого в нашей деятельности никуда. Где-то слышала выражение, что педагоги учат детей, и дети учат педагогов. В чем это заключается? Чему могут научить дети педагогов? Да, действительно. Можно так сказать, что и преподаватели, и обучающиеся черпают друг у друга все, что только можно. Это, конечно же, и знания, и умения, и навыки. Детки стимулируют преподавателей на какую-то изобретательность, на более тонкий подход к личности. Учат преподавателей быть намного терпимее, добрее. То есть мы стараемся подстраиваться под наше новое созревающее поколение, которое совершенно не такое, как мы, и совершенно не такое, как дети 10 лет назад. Жизнь идет, не стоит на месте, и мы точно так же изменяемся. Испытывает ли на сегодняшний день школа какие-то трудности, и в чем их суть? В каждой бочке меда есть ложка дегтя, и, конечно же, у нас это существует. Наша школа испытывает огромную нужду в здании. Здание, которое занимаем мы сейчас, на данный момент, это приспособленное здание строительства 68-го года. Это здание досталось нам от детского сада. Оно, конечно, внутри стены реставрировано, не реставрировано, реорганизовано, изменено. Это очень холодное здание, без фундамента. Те учебные кабинеты, которые имеются на данный момент, они очень малы. Их количество недостаточно. Кабинеты с плохой звукоизоляцией. Сейчас вы даже можете слышать, допустим, урок фортепиано в соседнем кабинете. И так слышит каждый. В школе нет нормального зрительного зала. Тот зал, который есть, это проходное фойе. В школе нет выставочного зала. Нам очень часто есть, что показать нашим художникам. Вывести работы в таком количестве, что есть у нас, мы не можем. Потому что это все-таки и перевозка, и транспорт, и время. И у нас нет отдельной библиотеки. Хотелось бы. У нас нет кладовых. У нас нет вместительного гардероба. То есть, если здание бы было современное, именно специализированное для детской школы искусств, я думаю, нам было бы гораздо уютнее, комфортнее в работе. Расскажите о творческих планах на этот год, о задачах, которые вы ставите вот сегодня уже на 2019 год. В следующем году мы также планируем участие наше в конкурсах, в мероприятиях, в фестивалях по всему краю. И, я думаю, за его пределами расширять будем географию. На базе нашей же школы, детской школы искусств, 25 октября 2019 года, мы планируем провести технический конкурс, районный технический конкурс «Музыкальный фейерверк». Это конкурс исполнительского мастерства обучающихся класса фортепиано для обучающихся всех детских школ искусств нашего района. Аналогов этого конкурса у нас еще не было. Это конкурс очень сложный на техническое мастерство обучающихся. Мы хотели бы, чтобы школы района приняли активное участие и, естественно, приехали к нам в гости себя показать и других посмотреть. Что, на Ваш взгляд, является самым важным в работе директора школы искусств? Да вообще все важное в этой работе, действительно, важным является все. Это и уважение, и подход к каждому из людей, с которыми идешь рука об руку и в работе, да и вообще по жизни. Это и любовь к детям, это и забота о них. Ну и, конечно же, это и документация, и вовремя сданные отчеты. То есть я считаю, в моей работе важно все. Ваша школа на хорошем счету в районе. Как Вы считаете, в чем секрет успеха? А секрет прост. Во-первых, это дружный, слаженный коллектив. Коллектив людей, которые стремятся выполнить свою работу добросовестно, стремятся с любовью, с уважением, с душой отнестись к своей работе, отнестись к тому, что они выполняют. И, конечно же, без уважения никуда, ничего не сработает.